ПЕСНЯ Ладно бы враг у ворот, а тут? Ехал ты не на фронт, в командировку. Просто не мог не поехать, потому как солдат. Звонили в дверь, я открыла и просто увидела, что стоит много народу, и в полдвенадцатого ночи такой визит, это не просто так, значит, что-то случилось. Вот. Они зашли и сказали, вернее, даже они ничего не сказали, они сказали, что начальник сказал, что мне трудно говорить. Ну, и я все поняла, что-то случилось. Подполковник Дмитрий Разумовский погиб 3 сентября 2004-го, освобождая заложников в городе Беслане. Уникальные кадры. Спецназ ФСБ. Ребята сами снимают. Ситуация страшнее не придумаешь. Расстреливают людей. Полтысячи детей и столько же взрослых. Буквально в 30 метрах в школьном спортзале. Спецназовцы лезут в школу, уже не маскируясь. Получают пули, осколки. Они не думают о себе. Быстрее. Быстрее, лишь бы спасти. Говорят, за секунду до смерти перед глазами проносится целая жизнь. Девяносто пятый. Традиция. День пограничника, Лубянка, бюро пропусков. Зимок, давно ждешь, а? Ай, Лысина. Парень, который всех обнимает, Мерзликин Андрей. Молодые, а ведут себя, как ветераны. Вот он, Дима Розумовского, капитан. 27, уже Лысина. Признак солидности. А это Олег Воронин. Все вместе они служили в Таджикистане. Когда вот собирались мы, например, там, по радостным поводам, день рождения, там, ну, не важно. Все равно разговор, рано или поздно он переходил в плоскость воспоминаний. И вот эти воспоминания, безусловно, были вот посвящены его солдатам и событиям, которые происходили на 16-й заставе, на 11-й, 12-й. Таджикистан, 93-й. Война, не какое-нибудь кино. Задача держать вот эту высоту и вот эту высоту. Понял, да? Две высоты, но износом не держи. Радиостанция у тебя есть? Есть. Боя припасы открывает. По пять. Значит, по пять. Значит, на каждой цинке. Значит, два ящика вам. Ясно, да? Два ящика. Четыре ящика. Разбирайте. Раньше в Афгане тоже стреляли. Гибли. Но всякий оттуда возвращался герой. Таджикистан комсомольских путевок уже не давали. Давай, давай, быстро в сторону. Кто попал, тот попал. Первые фронтовики Новой России. Бубльгум. Так называли этих солдат. Пусти на технику. Поупирайте отсюда. Залетчиков, трудновоспитуемых, везли из Хабаровска к Калининграду. Со всей страны. Прямо в Таджикистские горы. На помощь. Никому неизвестные они ходили в атаку, сидели в засадах, получали ранения. Там, дома. Их не считали фронтовиками. Разумовский получил свое пополнение аж из Германии. Десантников. Войска выводили. Переодеть-то в пограничников их переодели. Надо было еще в горах научить воевать. Германцы. Это название пришло на них как бы не германцы, а, извиняюсь, их называли гоблины. Ребята прилетели с распальцовкой на руках. Мы вот голубые береты, а вы кто? Ну и как бы первые события там показали, что и физическая подготовка, и тактика специальная. Людям надо было учиться еще долго и долго. Не маневров, учений, пуля, ракета, снаряд. Все по противнику. А противник по тебе. Пулеметчик с афганской территории работал где-то минут 30, но его тоже с под стульника закидали, он замолчал. Ну и с РБГ обстреливали, то ли у него гранаты кончились, то ли у него намет хорошо поработал. Навел корректировщик с красной сутки. То есть он тоже замолчал. Без откатной орудия мы, видно, находились в портовой зоне. Она нам особого вреда так и не причинила. Ну и в результате боя, значит, мы обошлись без потерь. Они хоть организовали эту засаду, но... Я думаю, человек четыре мы положили сегодня. Кодекс фронтовика. Все очень просто. Не трусь. Цени свою жизнь не дороже, чем остальных. Важным считай только то, что было в бою, а не то, что потом напишут в наградных. Офицер не барствует. Спи на скалах, ешь из одного котелка. И никого не считай бубльгумом. Это солдаты. Солдаты. Вот это, вот, именно показать, делай как я, учись у меня, вот, и во главу все время ставилась четкая жизнь солдата, то, в принципе, вот их, их это очень-очень, ну, как бы, чуть-чуть обломало, но в то же время люди стали доверять. Не то, что доверять, а именно поверили. Разумовский. Резкий, задиристый. У него либо черное, либо белое. Или ты друг, или не существуешь. Если враг вообще не должен существовать. О маленьких слабостях знали только друзья. Сладкоежка он, конечно, был очень большой. М, где-то, наверное, банок пять маленьких сгущенки, ну, у меня были там запасы, я ему их передал, как бы. И он так обрадовался, говорит, все, говорит, класс, там надолго хватит. Ну, потом так встречается, грустный такой, говорит, ну, решил, как бы, наесться, чтобы стало, ну, то есть, до отвращения. Съел банку вторую, потом доел оставшиеся три за раз. Ну, и все, говорит, на этом дело и закончилось. Ну, и как отвращение-то? Да нет, говорит, не достиг. Июль 93-го, таджикская граница. 12-я застава в тисках боевиков. Есть потери, 27 человек. Андрей Мерзликин выводит из окружения 16 бойцов. Все, задавая, зайдите, диняк. Оставшиеся в живых, находятся перед вами. Замечатель начальника заставы, лейтенант Мерзликин. Сражается. Только из боя, в горячке, ты будешь торопиться, рассказывать все, как было. Мы вот здесь проверяем, они как сапога, как уморхали туда. Их гранатами, гранатами. Нас в эту перегнали. Отсюда стреляет, я думал, из этого замочить подсорника, напрямую бат. А потом будешь молчать. Словами не объяснишь, что такое война. Свадьба. Дима и Эрика Разумовский. Как красиво. Как будто за окном девятнадцатый век. И ведь ни лимузинов, ни фейерверков, а торжественней быть не может. И счастье. Димка-то не комнатный офицер. Не арбатский военный округ. А тут как будто Инн с Эрикой сейчас на Канары. А не в пыльный Таджикистан. Установили утюг на газовую плиту. И была у него одна такая неисправность, что он не отключался в утюг. Он просто грелся и грелся. До сорок минут закипала ретровая кастрюлька воды. Таджикистан затихал. Уже меньше было засад и обстрелов. Дома в России казалось, все эти духи, басмачи, так экзотика. Белое солнце пустыни. Международный терроризм. Таких слов-то еще не произносили. А Разумовский все повторял. Ошибаетесь. Дело такое. Они будут в России. Обязательно будут. Январь 95. Где-то там, на Кавказе. Огонь! Разрушенный подчистую город, который мы сами когда-то строили, и солдаты. Одни злые, другие напуганные. Никто уже не делал из них супергероев. Им было уготовано стать неизвестными. Пропавшими без вести, сгинувшими в плену, похороненными где-то в развалинах. Или забытыми потом, на гражданке. Разумовский на эту войну не попал. Переживал, переживал очень сильно. И в первую очередь, я думаю, переживал потому, что его опыт, знания в этих именно, опять, эпохальных событиях не пригодились. Если бы он был там, он считал, было бы чуть по-другому. Человек никогда не скажет себе, я счастлив. Потом, когда-нибудь, в мемуарах. Да, вот помню, тогда это было. А я смотрю на эти кадры и понимаю. Димка и Эрика Разумовские, они счастливы. Это были лучшие моменты их жизни. Пускай не своя квартира, чужая мебель, зато и сын Мишка, и мечта. Димина – главная мечта. У него было одно, что он должен попасть в Альфу. А как вот он говорил об этом? Что он говорил? Я буду служить в Альфе. Он так говорил, что я добьюсь того, чтобы меня туда взяли в Альфу. Июнь 95-го. Буденовск. Больница. Идите сюда. Она только лепуранена. Все хорошо. Все хорошо. Не надо. Более двух тысяч заложников. Старики, женщины, даже младенцы. Кто может спасти? Разведчики? Армейский спецназ? Нет. Здесь нужны другие специалисты. Они мало кому известны. Ты видел где-нибудь в метро объявления? Я принимаю в Альфу, да? Нету. Идет отбор. Причем очень жестокий отбор. Обычно, могу сказать так, за год просматривается порядка тысячи-полутора тысяч кандидатов, а из них в Альфу попадает, дай бог, человек пять. Всего. Потому что не все подходят психологически. Василий Денисов. 20 лет в Альфе. Все на свете. Афган, Карабах, Чечня. В штурме больницы в Буденовске он тоже участвовал. Задача, когда ты идешь на штурм, первая, твоя цель, это жизнь заложников, нужных спасти. Вторая цель, жизнь твоих друзей, с кем ты идешь, ты должен их прикрывать. И только в третью очередь ты сам. Если для любого другого бойца во время боя он должен, в первую очередь, заботиться о себе, выживать, то здесь немножко другое, понимаешь? Вот сюда. От торца. От торца? Да. Нет, с того торца, с которым... Списеблока? Да. Списеблока, да? Психология, мировоззрение другое. Это же надо, своя жизнь, на последнем месте. Вот пример, случай с Володей Самозванцевым из группы А. Это в Саратове было в 89-м году, когда он первым ворвался в квартиру, преступник, он не в него стал стрелять, он увидел, что на него летит машина, понимаешь, как робот, броневись, каска, там, ну, действительно, как робот человек видит. Он не в него стал стрелять, он повернул пистолет и стал стрелять в девочку, маленькую, там, не помню, лет 4, что ли, 5 было. Так Вовка тоже, извини, мог бы прыгнуть на него и вырубать, а тогда бы тот успел выстрелить. Так Вовка, он прыгнул, закрыл девочку и принял пули на себя, понимаешь? Он не думал, выдержит жилет и не выдержит. Дело не в этом. Но чисто психологически он сработал очень грамотно и правильно. Он спас заложника. Из Буденовска бородатых отпустили. Сила эта, слабость. Кто знал, что будет потом? Четыре пальца снизу, большой палец сверху. Положение пальцев, глубина броска, от этого зависит, значит, как будет нож вращаться в полете. Бросок поверх плеча по своим квадратам, огонь. Олег Воронин и после Таджикистана успел повоевать. В Чечне, в разведке. Выбрался, нож далеки сам в ад, не старайся его, воткнуй. Он сам далеки, сам в ад. Теперь учит курсантов в Академии МВД. Розумовский частенько приходил в этот зал. У Димы все время был разговор об одном. Эти занятия провел, такого-то уровня достиг, это отработано, это не успел отработать, это в плане на отработку, это умеем, это умеем плохо, это не умеем, допустим, совсем будем мучиться. Все точно, как бросок ножа. Миллиметр в сторону и провал. Движения заучиваются, как гамма на фортепиано. Розумовский попал не в Альфу, а в Вымпел. Это тоже спецназ ФСБ. И там, и там виртуозы. И опять, а куда еще? Ну, нормально. Горный отдел. Здесь не то, что по скалам, по ровным стенам ходят, как по лестницам. Уперлись? Все, погиб. Даже за такими вот упражнениями мальчишеский азарт. Планка, под которую он подтягивал и подчиненных, и друзей, и тянулся к ней сам. То есть, он на месте не останавливался. Вот это вот обучение. Находил что-то новое. Сперва испытывал, грубо говоря, на себе. Пытался. Смогу я так сделать? Если смогу, значит, мои подчиненные должны так же сделать. Неизвестные солдаты. Все засекречено. Лица, имена. Попасть в альпу или вымпел уже подвиг. Попробуй, пройди все испытания, а потом живее ты жизнью. Болеть нельзя, уезжать нельзя. Бегай, прыгай, стреляй, чтобы не потерять форму. Спецназ ФСБ. Семье, дома, в отпуске должен ждать. Никогда не знаешь, где окажешься завтра. в любой момент могут бросить черту на рога. В командировку. Никогда он не говорил, куда он едет, когда. Я просто, это были мои догадки, были мои там какие-то сопоставления. Если что-то там, какие-то новости нехорошие, значит, он может быть там. Командировка это работа день и ночь. От заката до рассвета. Дима в гражданке, в желтой куртке. Снято в 2004-м. Арест курьера во Владикавказе. Опасный малый. Вон у него стволы какие в салоне. Это торговец оружием. Тихо, спокойно берут. Адресные операции по всему Кавказу. Как карусель. Разумовский уже старше группы. Вот он, Дима. В маске. Вечером звонок жене. Все в порядке, Эрика. Обычная командирока. Странно смотрятся они на фоне обычной мирной жизни. Вроде как все. Молодые, счастливые. Но как и с другого времени. Это форма, награда. Может быть, кино какое снимают. На дворе ведь не день победы. Мы привыкли. Мы привыкли. Ветеран это степенный дедушка. Шляпа, палочка, ордена, почет, уважение. А тут почти как мальчишки. Дурачатся, смеются. Но какие ветераны? Нам не понять. Им не понять. Живем, как в параллельных мирах. И Дима Розумовский не исключение. Ну, он шутил. Он говорил, что я и чекист, и пограничник. А какие подарки дарил? Вот эту собачку он мне подарил 20 декабря 2000 года. А 21 декабря он уезжал в командировку. А куда была командировка? Не знаю. Кто-то от одной мысли, что может попасть в Чечню, уже ощущает себя героем. Кто-то утром взяв автомат, привычно шутит. Ладно, ребята, пошел я на производство. Лежишь вот так на траве Ханкалинского аэродрома, ждешь. Куда тебя бросит сегодня? 56-й полк, десантники. У них это называется пикник на обочине. Каждое утро аэродром и в горы. Блокировать, закрепиться, дождаться основных сил. О чем думает солдат перед высадкой? Как там у духа? Стингеры есть или нет? Если есть, по какому борту засадят? Юрий Васильев, начальник штаба, выпрыгнет первым. Сотый раз или тысячный? Страшно, не страшно, об этом потом только думаешь. Жить-то хочется всем. Инстинкт самосохранения работает. Ну, потом, наверное, у каждого человека брос адреналина, покраснение, дрожь, озноб какой-то. Взлетаешь и бежишь, 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 быстрей, 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 быстрей. Мозги в гихорадочном голове скачивают, как кони, наверное. Быстрей, быстрей спрятаться, зарыться, чтобы раствориться, чтобы тебя как будто здесь нету. Жизнь на войне, как котел. Варятся в нем одни и те же. Как будто народу в России нет. С этим там был, с этим там. Тут вместе работали, там прикрывали друг друга. В 2000-м этот полк забросили аж за плечи боевиков. Тыл, на границу с Грузией. Десантирование провел выдвигаясь на указанные рубежи. Там же был вымпел группы Розумовского. Приятно удивило, что человек без всяких комплексов, без распальцовок, никаких там пушистых вещей своих. Говорю, давай с нами отдыхать, там, ну, место, где было, лечь в тепле, все. Он, не-не, я на улице, это мне привычный. Спальничек расчилает, а там ночью до минус 20, холодно. Вот. Говорю, приспособлен ко всему. Потом десантировали на этом колу, ночью выходили на задачу, он прям рвался в самое в дуще. Ингушетия, 2004-й. Боевики в доме, оружие у них, как на складе. Разумовский опять впереди всех. Придется брать штурмом. Чего ты сказал? Дима какой-то злой, заведенный. Боевики, как привидения. Для нас-то миф, что-то далекое. Для спецназа ФСБ реальность, ежедневные столкновения. Вот сейчас. Сбросить бы бомбу, и дело с концом. Только это не их стиль. Каждый выстрел только в цель. А в ответ бросают гранату. Сюда, сюда. Где она взорвалась? Вот она взорвалась. Вот так. Вроде как обычное дело. С тобой нормально все? С тобой нормально? Нормально. Для кого-то смотрится, как стрелялка в компьютере, для кого-то настоящая война. Еще одно! Поход в гости к бабке. Вернее, на бабушке. В погранучилище имени Моссовета. Но где вы увидите таких ветеранов? Обязательно нужно перелезть через забор. Праздничный ритуал. Ну, просто пацаны. Довольно бодро для ветеранского корпуса. Хотя нет, у Олега Воронина все-таки есть что-то солидное. Аккуратно идет. Вот она, альбоматор. 2004-й. Все та же бабушка. Старшекурсники. Пока никому неизвестные солдаты. Пока никому неизвестные солдаты. Знают, умеют почти все. Могут ехать и служить в Таджикистан, Сибирь или на Курилы. А вот на первых занятиях по спецподготовке смотрятся неуклюже. Как медвежата. Хотя все эти движения, моторика, это придет. Главное, они ощущают себя солдатами. С этого все начинается. Возможно, футбол, конечно, я не хотел бы такие вещи. Говорит, может быть, меня убьют. Но, в всяком случае, мои дети, моя жена, мои родители, мои друзья, все, кто мне дорог, они будут жить нормально, спокойно, пускать. То есть, кто-то должен все равно делать эту работу. Я считаю, это нормально. Мужчины, это прежде всего воин изначально. Первый Димин командир Владимир Гаврилов. Это альбом выпуска 90-го года. Вот он в центре, майор Гаврилко. Димину друзья, однокашники, а это сам Розумовский, молодой лейтенант. Курсантом, он был, ну, как непростой курсант. Не то, что сказал, все сделал. Он все, просчитывал, все варианты действия в СВИ, как курсанта. Требовало от себя максимального качества выполнения. Ну, и неспроводливость не терпел. У нас есть такое понятие, не особо распространенное, но неудобный курсант. Или борется за справедливость. Герой и Трус ощущают одно и то же. Разница в том, как они в этот момент поступают. Он и я, командир, встанет и ко мне. Ясно? Держаться левой рукой на эту руку. Ясно? Мэсно? И... Уграя! Бывает так. Сделаешь шаг. Самый главный. А потом приходится делать еще один, еще, и так всю службу. Сергей Шаврин тоже выпускник Бабушкинского училища. Герой России. В 96-м получил. Еще недавно никому неизвестный солдат Вымпел спецназ ФСБ. Теперь пенсионер, частное лицо. Самый трудный свой день он пережил не в Чеченских горах, а в Москве, на Дубровке. Октябрь, 2002-й. Боевики в Москве. В концертном зале заложники. Около тысячи. Это все. На нас смотрел весь мир, как мы выйдем из этого положения. И от этого зависело наше будущее. Либо мы будем скопищем народа, который обладает ядерным оружием, но который не может обеспечить безопасность своего народа. Либо мы действительно государство, где есть правоохранительные органы, спецслужбы, которые могут защитить свой народ. Всей страной попали в капкан. Самолеты, подлодки, ракеты здесь не помогут. Боевики не все за здание контролировали. И вот две девушки предприняли попытку уйти из здания. С одного из вторых этажей они спрыгнули. Одна девушка спрыгнула удачно, другая нет, сломала ногу. Боевики заметили ее и начали вести огонь. Ребята наши из группы А, они не могли ответить этому боевику, потому что было поставлено условие, если вы кого-то убьете, мы будем расстреливать по 20-50 заложников. И что делает сотрудник? Несколько ребят бросились к этой женщине, чтобы ее поднять и вынести. А один сотрудник бегал перед боевиком как заяц и принимал пули в себя. Он был ранен. Пули вошли в бронежилет, ранение было в руку. Он просто, жертвуя своей жизнью, отвлекал огонь боевика для того, чтобы эвакуировали эту женщину. Москва это порядок. Оцепление все лишнее убран. Теперь давайте, ребят, работайте. Мы тренировались и днем, и ночью с включенным светом и выключенным. И люди уже знали наизусть, сколько ему придется преодолеть ступеньку, в какую сторону открывается та или иная дверь, из чего она сделана, металлическая, стеклянная, деревянная. Мы отрабатывали все до последней секунды. Все. Момент истины. Штурм. Пошли, 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 быстро. Да, я, я, я. Давай домой. Пошли. Пошли. Это уже был не дом культуры, крепость. Ее надо было взять одним рывком, чтобы не успели взорвать. По идее, из каждой пятерки первый мог погибнуть еще на площади, второй, третий, в фойе, четвертый, на лестнице. И только пятый, по расчетам, с боем попадал в зрительный зал. А там фугасы, растяжки, настоящее минное поле. От пуль спецназа ни один заложник не пострадал. Мы не могли позволить себе то же самое, что было после Буденновска, выпустить боевиков, разрешить им проехать на автобусах до Красной площади, выйти к могиле неизвестного солдата, побегать там кругами, с подразвивающимися флагами и свободно уехать. Это все, на этом Россия бы кончилась. Ульяновск, мемориал. Каждый солдат, где бы он ни погиб, Афган, Чечня, Таджикистан, он не оккупант, не завоеватель, геополитика. Они и думают пять-шесть человек в государстве. В окопах-то мысли другие, не струсить, не опозорить. Кодекс фронтовика. Прямо на памятник выходят окна родителей Дмитрия Разумовского. Там отец, мама Валентина Александровна. Сюда и Диму привезли из роддома 36 лет назад. Знаете, было жуткое зарево. И моя сестра еще сказала, ну и судьба, говорит, будет у Димки. Просто, говорит, пылал, восход такой вот был, яркий-яркий, снег, пурга была 16 марта. Морчишка был очень ласковый такой, мягкий, уткнется носом, ухо, вот волосы вот так вот мои. И говорит, пой песенку. И вот я ему все детские песенки перепою. Все-все-все песенки какие, и про рыбок, и про мишек, и про всего. Потом, говорит, он мне говорил, а теперь лозину. И что вы думаете, вот было, да? С чего начинается родина? Это была последняя всегда песня, завершающая и он под нее засыпал. У нас вопрос не стоял. Дима, кем будешь? Я командил. Вот командил, так он и был командиром по жизни. Мечтал в Афган, не успел. Уже вывели войска. Попросился на таджикскую границу. Таджикистан изменил его. Он стал как-то более жёстче. Жёстче стал. Жёстче стал после Таджикистана. Как-то может быть, может быть, немножко замкнутее стал после Таджикистана. для меня, говорит, счастье, умереть в бою. Я говорю, ты чего говоришь-то? Ну, ты как хочешь это понимая, мне говорит, но я тебе говорю то, что я чувствую. Я бы, говорит, не хотела, чтобы на моих поменьках выли. Вот это дословно, он вот так мне сказал, я ещё как-то меня немножко покоробила. Я говорю, Дима, ну ты ведь с мамой говоришь, ну что-то мне так, как-то мне, вот страшно мне это слушать. Он говорит, мама, ну это жизнь. Ветераны. Какая разница, орден мужества или красной звезды? Фрэнч с галифе или камуфляж? Старшина, генерал, все солдаты. Просто в глаза надо посмотреть и не надо ничего объяснять. Пускай кто-то моложе, старше лет на 50, у них одна память. Они не приходят к вечному огню, как туристы. Их это касается. Были и у нас раньше герои войны, их вся страна знала. А теперь кто? Рэмбо? Джеймс Бонд? Остался у нас один только неизвестный солдат. Я сразу включила телевизор, я поняла, что что-то случилось. Включила телевизор и услышала новость, что захватили школу. Вот. Он мне звонил, что все хорошо, я на усилении. Это спецназ ФСБ. Первая группа на подлете к Веслану. А там шок. Перед сентябрем только и слышно было. Наш Аланчик нынче в школу идет, Заремочка тоже, уже и платье купили. И вот она теперь, школа номер один. Провода, тракил. У одного нога на педали. Стоит сойти, даже случайно все взорвется. Вокруг смятение. Уже убитые есть. Раненые. Родители рвутся в школу. Патроны россыпью всем желающим. Вымпел, Альфа по кругу. Готовы ко всему, но куда штурмовать столько детей? И вдруг неожиданно в школе взрыв. У террористов взорвалась бомба. Дети побежали. Террористы стали стрелять. Все. Выбора не было. Надо было просто спасать людей. Спецназовцы рванули вперед. Прямо на пули, накрывая собой гранаты. Делали все, чтобы стреляли только по ним. Дмитрий Розумовский погиб первым. Из школы в это время выносили и выносили детей. КОНЕЦ КОНЕЦ Владыка Феофан. Он был там у школы. Это его рука закрыла глаза погибшему Дмитрию Розумовскому. Воину Дмитрию и сотвори ему вечную память. Я не могу подобрать слово. Это и не бой был. Это какой-то бандитский взрыв. Всего. Я имею ввиду взрыв не только от этих бомб, которые стояли там. Но всей вот этой ситуации. И я видел, как они буквально, я видел своими глазами, когда ребята брали детей, и буквально, когда шел уже стрельба, шла, дети воскакивали, они буквально несли вот так поворачиваясь, совершенно четко осознаваясь, они же были специалисты. Могли стрелять и вверх, и вниз, и лежа, и стоя, чтобы спасти детей. Вот здесь-то как раз проявилось их может быть и вопреки логике военной науки душа взяла вверх. И они приняли удар. Вот здесь вот вызываю огонь на себя. В Бесланской школе, спасая людей, погибли 10 спецназовцев ФСБ. Роман Касатонов, Андрей Вилько, Денис Пудовкин, Александр Перов, Вячеслав Малеров, Олег Ласьков, Олег Ильин, Михаил Кузнецов, Андрей Туркин, Дмитрий Разумовский. Помните их лица, их имена. Здравствуйте. Мишка, вылитый папа. Уже взрослый и серьезный. скульптуры, там всякие цепочки, вещи, смеси, звезды. Лешка, у тебя моя муха. Привет, Леш. У меня большой есть... Это Лешка, сыновья Эрики и Дмитрия Разумовского. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ